Она же как и убежище выступает, потому что это такой более цокольный этаж, тут много патрульных просто переживает, спит, вон видно маты лежат, там кто-то отдыхает. Точно так же можно сюда зайти, здесь у нас столовая, можно покушать, наши милые девушки. Добрый день, с вечного. Что повпливало на вас, чому вы решили пойти працвати в патрульную полицию? Тут много факторов, первое, это потяг до службы после Революции Гидности, я не знаю, просто поверил, что что-то можно поменять, и решил попробовать. Ну, еще до сих я тут, никуда не поделся, то что-то изменяем. Патрульные выполняют много задач, проверка людей. Это всегда выезды на сообщения граждан, когда кто-то фотографирует, снимает или ведет какую-то незрозуменную деятельность. Патрульные стоят на блокпостах, проверяют транспортные средства, наявность чего-то забороненного, какого-то оружия, або, возможно, вибуховки, або, возможно, диверсийно-розвідувальних групп ворогов и так далее. Ну, что касается сейчас, во воинский период, мы одни из первых прибыли на базу, на место расположения, выехали, организовали первые блокпости на въездах до города в разных направлениях, и, снова таки, фильтрация транспортных средств, транспортных средств. И даже в первый день войны люди ехали, сказали, хлопцы, дякую, тримайтесь. После войны осталось работать патрульной полиции? После войны у нас будет еще очень-очень много работы. И если мы ее не будем делать, то кто?